Приход строящегося храма Успения Пресвятой Богородицы в колодищах под Минском активно развивается. Растет сам Успенский храм, который летом прошлого года увенчали кресты и купола, обустраивается и территория вокруг него. Небольшой сад за Малой Церковью в честь купятической иконы Божьей Матери в эти майские дни пополнился тремя новыми именными саженцами дуба. Саженцы высадили в честь святого благоверного князя Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого мы празднуем в нынешнем году, в честь Юрия Гагарина, исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос, а также в честь дважды героя Советского Союза, летчика и космонавта Георгия Берегового. Высаживали молодые деревца настоятель прихода отец Вячеслав Кмиронович, приходские активисты, а также представитель Международного центра развития социально значимых проектов «Святые лавры Руси православной» Владимир Касмин. Центр еще в 2017 году инициировал проект создания Международного сада мира и памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо». Он посвящен всем тем, кто отдал свои жизни, защищая и прославляя Родину. Почему выбран этот приход? Потому что район новый, молодой, батюшка, воин-интернационалист, успешно реализует проекты по воспитанию духовному молодежи. Воскресная школа, школа по обучению иконописи детей работает. И для того, чтобы поднять значение нравственно-духовного воспитания молодежи, мы в этом новом районе решили провести эту акцию. Для того, чтобы народ больше проникся ответственностью, больше понимал, знал значение слова «победа», значение победы в Великой Отечественной войне. Для того, чтобы дети, молодежь, чтили традиции дедов, прадедов, отцов, духовно и нравственно развивались. В нынешнем году перед посадкой саженцев в честь великих героев состоялась онлайн-встреча, организованная Международным центром развития социально значимых проектов «Святые лавры Руси православной» для православных общин, более десятка городов на всем пространстве исторической Руси, которые принимали участие в создании Международного сада мира и памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо». Примечательно, что старт акции посадки саженцев в честь благоверного князя Александра Невского, а также космонавтов Гагарина и Берегового, дали современные космонавты – сын белорусской земли Олег Новицкий и россиянин Петр Дубров, с которыми также была организована прямая связь. 22 июня этого года – одна из самых печальных и трагических дат. 80-летие начала Великой Отечественной войны. 27 миллионов человеческих жизней унесла эта война. Огромные, миллионные потери понесли братские народы СССР. Особенно тяжкие испытания выпали на долю Белоруссии, Украины и России. Вместе с народами Советского Союза мы добились победы, сломали хребет фашизму и освободили Европу. Сегодня перед лицом угроз, которыми полон современный мир, мы хотим призвать наши народы к монолитному единству. Знаменательным событием, подтверждающим наше единство, должна стать знаковая акция по созданию международных садов мира и памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо». В России и Белоруссии эта акция проводится с 2017 года. Закончилась онлайн-встреча небольшим музыкальным концертом, который украсили выступления лауреата музыкальных конкурсов Яна Шомова, а также музыкантов проекта «Первомир» под руководством Дмитрия Зайцева с участием музыковеда Калерии Чубот. Затем были вручены почетные награды Международного центра развития социально значимых проектов «Святые лавры Руси православной». Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Колодище, Менщина, Беларусь. Субтитры создавал DimaTorzok